От Парижа до Астаны участники международного ралли на солнечных велосипедах добрались до Мариуполя. Тандем бельгийца и гражданки Казахстана проехал по улицам портового города. С чем сравнили наши дороги иностранцы, знает Елена Виток. Эльвира Аскарова и Кристиан Ван Ден Акервейкин стартовали в Париже два месяца назад. Финишировать хотят в столице Казахстана. Свой велосипед на солнечных батареях собирали несколько месяцев. Накопленная энергия переобразовывается в электрическую и помогает спортсменам-любителям в те моменты, когда крутит педали, уже нет сил. Это электрический привод на велосипеде, аккумулятор и подзаряжается от солнечных панелей. И в результате, когда ты педалишь, оно тебе помогает. Если ты не педалишь, оно не едет. Это не мопед. Проблемы с транспортом начались, когда проехал пол Европы. Иностранцы пересекли украинскую границу. Их крепкий велосипед, который собирали во Франции и США, начал буквально распадаться по частям. Ремонтировали агрегат супруги сами. А это вот аккумулятор. Это уникальная модель, это прототип. Потому что никто никогда еще не делал тандемы электрические. Вот здесь получается два привода. В отличие от дорог, гостеприимство украинцев пару порадовало. Спортсмены-влюбители и волонтеры охотно принимают у себя в домах и даже обеспечивают павиантом для поездки. За передвижением велосипедистов можно наблюдать через интернет по интерактивной карте. Изображение на ней обновляется каждые 10 минут. В международном ралли принимают участие 32 экипажа. Главная цель – доказать, что путешествовать по странам можно без авто. На экологичных солнечных велосипедах. Елена Витых, Николай Рябченко, Телеканал Донбасс.